Сейчас я перехожу на очень интересную фазу нашего симпозиума. Будет выступать Словакия. Один очень известный общественный деятель, бывший депутат Национального совета Словацкого республики, бывший министр внутренних дел Словакии, член партии христианского демократа в Словакии, господин Владимир Палко и его выступление очень интересное. Сможет ли Запад защитить христианское наследие? Просто очень интересно вас слушать, господин экс-министр. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Хочу тепло поприветствовать всех вас. И я рад за данную возможность выступать с столь уважаемыми людьми. Я должен поблагодарить еще и организаторов, особенно уважаемого доктора Ашута Григорияна. Когда я был молодым человеком, 33-летним, я впервые услышал о Нагорном Карабахе или Арцахе. В то время Советский Союз Горбачева еще существовал, но народы работали в направлении освобождения от коммунистического ига. В 1988 году миллионы собирались в Ереване и Степанакерте для того, чтобы признать Нагорный Карабах частью Армении. Это первый раз, когда я понял, что Нагорный Карабах является чем-то жизненно важным для Армении и армянства. В последние месяцы развития Нагорно-Карабахского конфликта было достаточно неблагоприятным для армянства. В результате войны, развязанной Азербайджаном, это и беженцы, это и поражение этой патери, территории, разрушение, наследство. Я живу в Словакии. В Словакии большинство населения это римские католики. В этом смысле мы являемся частью Запада. И у меня был вопрос, что может сделать Запад для Армении в вопросе Нагорного Карабаха. И после этого у меня возник вопрос, способен ли Запад сделать это вообще? 30 лет спустя, после падения коммунизма, Словакия установила свое место и в Европейском Союзе, и в НАТО. То есть мы на Западе, и мы не собираемся менять это. Но есть определенные вопросы, на которые видятся нам несколько иначе, чем виделись тогда. Запад говорит о правах человека, и одновременно Западу не нравится говорить о христианстве. Несмотря на то, что христиане сегодня наиболее преследуемая группа. Это христиане и в Китае, и в исламском мире. И есть, так сказать, мягкое преследование христиан на Западе. Это факт. Многие политики на Западе в открытую не говорят об этом факте. Слово «христианин» или «христиане», особенно когда мы говорим о преследуемых христианах, это слово, которое нельзя произносить. Мы это видели и в институтах Европейского Союза, когда кто-то предлагает политическую декларацию, которая осуждает насилие против христиан, когда декларация была уже готова и уже утверждена, она была на столько общих чертах, что слово «христианин» там вообще не использовалось. Американская внешняя политика следует двум постоянным направлениям, а влияние этих направлений на христианство для них является второстепенным. Одним из этих направлений является распространение демократии, включая и вооруженными методами. Ничего, конечно, здесь не противоречит демократии. Но, с другой стороны, установлены демократии посредством войны в других странах, где предусловия для демократии не существуют, не приносят мира и благополучию, а благополучие в эти страны, а фиктанство и насилие. Мы это видели в 2003 году во время американской агрессии против Ирака, когда основными жертвами стали именно христиане. Мы это видим и в попытках свергнуть режим осады в Сирии. Да, у режима осада нет, так сказать, чистой совести, но у американцев также нет четкого подхода, смогут ли они заменить, так сказать, этот режим другим режимом, который обеспечит мир в Сирии. Я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Правительство осада, по крайней мере, обеспечивает сосуществование шиитов, сунитов и христиан. С другой стороны, американская политика готова использовать ал-кайду джихадистов против осада, что является нерациональным подходом. Так называемая арабская весна Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны свергли Муаммара Каддафи в Ливии. Каддафи совершал преступление, но ситуация после его свержения не стала лучше. Как раз наоборот, гражданская война продолжается, и одним из последствий этого для Европы стал возросший поток мигрантов из Африки в Европу. Второе направление американской внешней политики – это постоянное давление на Россию. Данное давление проявлялось, например, в попытках расширения НАТО за границами, так сказать, рационального воображения. Я не вижу никакой проблемы, если страны, которые принадлежат к Западу, допустим, как Словакия, присоединяются к НАТО. Без проблем. Но, с другой стороны, попытки включения Украины или Грузии в этот союз, естественно, должны были привести к войне и конфликту, что и случилось. У христиан нет хороших воспоминаний о советском режиме. Я думаю, что для армян это также является истиной. Некоторые люди все еще ассоциируют коммунизм с Россией. Не я, конечно, но некоторые люди это еще делают. С другой стороны, мы видим, что для Запада война в Нагорном Карабахе не была войной, на которую была жесткая реакция, сильная реакция. Реакция как раз была, наоборот, очень слабой. В союзе с Россией Армении удалось спасти хоть что-то, по крайней мере, что-то спасти. США, естественно, с одной стороны прессиндует Россию, с другой стороны, абсолютно никакого давления на Турцию, союзника по НАТО. Азербайджан никогда бы не начал войну в Нагорном Карабахе без поддержки Турции. И Турция не подвергается никакой серьезной критике, даже в рамках НАТО в результате этого. Мы видели, как христианство и наследие в Нагорном Карабахе находится под угрозой. Мы видели фотографии тех разрушений, допустим, разрушенная церковь Христов Всеспасителя в Шуши. С другой стороны, в 2020 году, что случается с христианским наследием в США? В Сан-Франциско разрушили две статуи святого Кунипе Росера, христианского миссионера, который проповедовал в Калифорнии. Полиция не препятствовала этому, поскольку, согласно медиа и либеральным политикам, участники движения Black Lives Matters, они не хулиганы, они известные лица, они популярные люди, они борцы против расизма. Статуя Христофора Колумба также попала в этот список. С другой стороны, были также разрушены статуи Христа и Девы Марии. И, естественно, американцы, некоторые американцы находятся в ужасном и напуганном состоянии. И, естественно, в этой ситуации Соединенные Штаты не интересуют церкви на Южном Кавказе. В Франции около 900 церквей подверглись вандализму и нападкам со стороны. В различных группах, в том числе и известный Собор Парижской Богоматии, где похоронено большинство французских королей. Теперь можно задать следующий вопрос. О чем мы говорим, когда мы говорим о защите христианского наследия? Мы имеем в виду, что мы защищаем музеи, церкви в качестве музеев, или мы защищаем нашу индивидуальную связь с трансцендентными ценностями. И если это первый случай, в этом случае богатый Запад готов пожертвовать определенную сумму. Если речь идет о втором подходе, то в этом случае правительство, политики, медиа не поймут нас. Посмотрим, какая позиция христиан на Западе. Если вы консервативный христианин, и вы верите в то, что враг может быть между мужчиной и женщиной, если мужчина не может поменять свой пол, стать женщиной, если вы сопротивляетесь аборту, тогда вы потеряете свою работу. Если вы христианский политик, вам просто создат образ отверженного. По крайней мере, с 2004 года, когда Рокко Батрионе не был выбран комиссионером Европейского Союза, Союза стала претоминантной европейской политики. Я был благодарен, что был Запад, который вел, так сказать, войну в кавычках против коммунизма. Но мир поменялся. Я понял, что у меня тоже будут проблемы, исходя из моей веры, уже в сегодняшней европейской политике. Во время предыдущего века армяне прошли через геноцид, коммунизм, после чего восстановили свою независимость, были вовлечены военные конфликты, то есть у них было драматическое прошлое и драматическое нынешнее. Тем не менее, армянам удалось преодолеть эту драму. Запад уже в течение десятилетий живет в благополучии. И тем не менее, с духовной точки зрения, ситуация на Западе не менее трагична. И два результата, которые следуют из этого. Первое. Не нужно ожидать слишком многого от Запада. Второе. Тем не менее, мы должны громко стучать в дверь, и дверь может и откроется для нас. Уважаемые дамы и господа, спасибо за ваше внимание. Огромное спасибо, господин экс-министр. Я, наверное, должен поблагодарить первому президенту Словацкого парламента Франции Шекмиклошко, который попросил вас выступать, непременно обратиться к вам. Знаете, каждое дача выступлений открывает новые аспекты. Вот это мне очень нравится. Вы гениально отметили, что речь сейчас не идет только о том, что уничтожаются армянские очень важные памятники, очень дорогостоящие для человечества. Но речь о более глубоком. Да, вот этот новый вирус, который хуже, чем коронавирус, вот этот новый вирус пошел на целый свет и начали уничтожать светение, которое для самой США было долгие годы, очень важные, имел высокую цену. Например, памятник Колумба. Ну, как объяснить это? Нонсенс. Я очень рад, что мой словацкий друг поставил такой очень интересный вопрос, который будет отражена, я надеюсь, нашей резолюцией. Продолжение следует...